Всем привет! Сегодня я расскажу про Fiat, про еще один. Вот тот, на котором я езжу. Я, кстати, его продаю, ребят. Есть объявление, есть видео по нему. Все подробно написано. Так что смотрите, кому интересно. А сегодня я расскажу вот про это. Я решаю все поменять, продать эти машины. У меня уже готовится другая. Так что вот этот вот. Можно его купить целиком. Итак, это такой же Fiat 2010 года выпуска. Мотор 2,3 дизель и века F1. Пятиступенчатая коробка, передний привод, бывшая скорая помощь. Комплектация две Vibas, одна мокрая, одна сухая. Фен в салоне. Вон там он. Вон ее видно. Вот где-то здесь управление ее. Колеса летние, состояние хорошее. Комплектация также два аккумулятора. Дверь. Проход в салон. Салон длиной 3,5 м, 1,80 м, 1,90 м. Люк, вытяжка. Можно установить инвертор. Все разводка на 220, все здесь есть. Вот она сейчас продается целиком. Можно ее купить целиком, я имею в виду. Но сегодня, скорее всего, она уже поедет на территорию, на стоянку, на разборку. И кому что интересно, можно купить, в принципе, по запчастям. Кому нужны двери, там, панель, гур, те же самые автономки, кондиционер, кстати, здесь он идет на салон. Сюда, к водителю. Вот он. Дует. И, соответственно, на салон. Вот, можно приобрести кондиционер, двери, капота, радиатор, мотор, коробку, ТНВД, турбину. Ну, все навесное с двигателя. Там, с коробки, ходовка, колеса, подвеска. Все есть, все в рабочем состоянии. Мотор работает. Работает ровненько, четко. Кому нужен по запросу, сделаем видео двигателя. Или сам, кто хочет приехать, посмотрит, как работает мотор, как работает коробка. Все в каком состоянии, ничего не шумит. Двигатель работает ровно, без перебоев, все четко. Солярка здесь. Здесь вообще, по-моему, зимняя солярка. В том году наливали ее. Нормальная. То есть, вообще никаких проблем. Не дымит, ничего. Машина на полном ходу. Пороже, сейчас села и поехала. Требуются никакие вложения по ходочкам. Одна стоечка вот эта вот сопливая. И что-то с суппортом он подклинил. Но это вообще проблем нету. Даже на правляйке здесь есть суппорт. Они до этого были куплены. Все, сейчас я по округу пробегу. Все покажу, в каком состоянии. Пожалуйста, водительская дверь сразу. Сходу четко все. Это рыжий, не дырявый, ничего. То есть, дверь в хорошем состоянии. Сама она не гнилая, чуть-чуть только краска облетела. Так, в принципе, норм. Салон, пожалуйста, вот такой. Панель все. На приборке пробег 200 с чем-то тысяч. Но тут намотка еще стоит. Сиденье вот в таком состоянии. То не регулируется, переднее регулируется. И спинка, и поясничная поддержка. И вверх-вниз там, то есть по-разному. Вперед-назад, соответственно, тоже. Крепление под второй аккумулятор. Вот, а и трос ручника, по-моему, что-то морозил. Вот так вот, дверь по наружке. Такое состояние. Это клей. От наклеек. Обезжиривайте. Либо ирисская насадка на дрель, такая резиновая. Все это убирать вообще без проблем. У меня точно такая же машина была в наклейках вся. Вот она. Ничего не осталось. На ней. Лобач. Ни херена не целый. Еще и облазил. Ну, бывает. Рабач. Так, вот капот. Капот с мятинкой. Вот здесь. Так не гнилой, ничего. Все нормально. Соответственно, дарим со скидкой. Двигатели Века F1. ПТС, техпаспорт, документы, купли-продажи на машину. Все есть. Экспертизы две есть. Одна незавидимая, она ЭБД. Мотор все родной. Номер мотора все есть, все работает четко. Он евро-3, 110 лошадей, 2,3 мотор. Коробочка не гудит, ничего, все нормально. Фильтры менялись тут, по-моему, воздушные и топливные. Года полтора назад, я знаю. Ну вот. Радиатор новый, кстати. Я не знаю, здесь видно нет. Потому что на моем тоже новый радиатор. И здесь новый радиатор, радиатор, кондиционеры. Все рабочее, кулер. Ничего не секет, патрульки все целые. Все путем, массовый уровень. Фары. Фары я не сказал, чтобы они мутные. Фары тоже норм. В принципе, они еще кому-то поработают по освещению. Противотуманки, заводские тоже есть. Бампер целый. Крыло, соответственно, все тоже нормалек. Колеса вот такие. Смотрим внимательно. Но я думаю, что сезончик, как бы они еще отходят. В принципе, там сейчас резина она такая. Взяли космические. Я, кстати, видел новый диск. Новый диск, прям в районе 6 рублей, что стоит на него. Это вот заводской комплимент. Заводские колеса, правда, Кама Евро. Но ничего, это на сезончик пройдет. В принципе-то, кому-то можно бочинку вырезать. Вот так вот он выглядит сзади. Все, двери в продажу. Естественно, они будут со скидкой. Потому что тут есть косячки кое-какие. Но все, работали все замки. Все четко. Они не гнилые снизу, ничего. В принципе, я думаю, вполне. Соответственно, тоже вторая дверь. Снутри. Здесь вот уже производился, видимо, ремонт. У меня, кстати, тоже на моем производился такой же ремонт. Все сделано, видать, болезнь. Слабость. Вот такая комплектажка. Вон там стоит Webasto. 5 кВт. Мощность 5 кВт. Дизельная. Webasto оригинал. Германия. То есть она уже поступила в продажу сейчас. Вот она есть. Пишите. Телефон все оставлю в описании, где найти. Мой личный номер. Телеграм. Там все есть. Ватсап. Вайбер. Пишите. Отправим в регионы транспортными компаниями. То есть кроме Почты России. Почты России не отправляем. Сдек. Прямо если только по большой просьбе, какие детали нужны. А в основном пэк, кит, деловые линии. Нормально. Если это какая-то мелочок кому-то надо, это тоже нужно все в принципе отдать. Здесь вот даже есть. Умывали. Там барахло на забит. Сидение поворачивается на 360 градусов. Пожалуйста. Кому надо для дома на колесах. Вот. Что там? Книс-то поворачивается. Вот. Вот так вот. Все. Пассалот-кондиционер. Он большим моноблоком, потому что я разбирал уже форды транзиты. У них все то же самое. И на газелях. На микроавтобусах. По-моему, после 2014 года у них тоже самое. Так же, как и компоновка кондиционером, форды моноблоком. Все снимается здесь. А там радиатор, компрессор, все там внизу. Он в принципе, любой мини-вэн микроавтобус подходит. Потому что он не привязан особо. Ну, то есть, прям именно, что это все дуката. Радиатор ставится спереди на кронштейны. Компрессор, по-моему, этот. Под узкий ремень. Под тонкий, одноручейковый. То есть, крепление там универсально сделано. В принципе, вообще никаких проблем. Куда-то адаптировать. На газель, на мини-вэн, на транспортенки. Hyundai, там, Starx и транзиты. Или еще какие-нибудь такие. Такого плана машины. Мне кажется, даже просто обычный газель грузовой или Next поставить его будет тоже без проблем. Особенно, если это фермер. Либо что-нибудь со спальником. Какого-нибудь такого плана. Либо микроавтобус, там, маршрутка. Вот так вот. Это все, что касается салона. Ну, в принципе, еще много чего-то тут есть. Чего я сейчас не запомню. Бампера. Еще всякие пластмасски, мелочевки, кнопки, подлокотники. Это обязательно дозвонить, писать. Там прям 100%. Все будет. Летятуманные фары даже есть. На подсветку. Дверь боковая. Целая, негнивая красочка. Только немножко облезла. Машина так-то вообще теоретически оцинкованная. Но, видать, это не везде. Она особо хорошо оцинкованная, потому что где-то есть места подменившие. Вот колеса сзади. Они все одинаковые. Колеса более-менее. Можно качать. В принципе, я думаю, что ему не совсем хана. Просто спустил немножко. Машина стоит давно. Больше полгода. Может, ему тоже что-то мне от меня руки не доходили. Пока туда-сюда. Короче, решил все. Либо ее продать в таком виде, каком она есть. Недорого. Либо разберу на запчасти. Не без разницы. Мы это умеем. Вот дверь передняя. Состояние неплохое, хорошее. Сверхлоподъемники, кстати, справа и слева. Все работает. Я сам лично все проверял. Я сам на ней даже ездил. На этой машинюшке. Кулисы, коробочка, все включается. Так, что у нас внизу? Внизу у нас есть задняя бабочка, рессоры. Кстати, рессоры здесь усилены двухлистовые. Обычно на дукатиках, на стандартных, у них одна листовая. Здесь усилены двухлистовые. Рессорки. В принципе, одно ничего не гнилое. Все нормально. Даже запаска есть. Я, по-моему, давно не... А, кстати, запаска тоже. Камо евро. Да. Так, что у нас есть весь колес. Полный комплект. Так, что кому, если кто-то искал, пожалуйста. Ну, сейчас впереди зима. Ну, на будущее, может, на лето. Потому что, я думаю, что недорого. И недорого отойдем, соответственно. Вот. Что у нас тут спереди? Спереди. Ну, что у нас подробник. Речка, вон, сухая. Пылички. Все целенькие. Саленблоки. Все хорошенькие. Мы, кстати, ходовку на него смотрели. Все ее загоняли. Все проверяли. Вот одна стойка и суппорт слева. И левая стойка под вопросом. И суппорт. Мотор работает ровно. Все сухо. Нигде ничего. Коробочка тоже. В принципе, все нормально. Вот так вот. Догреватель у нас здесь себе баста стоит. Вот он, видно. Вот его глушите. Вот такая вот машинешка. Еще раз повторюсь. Можно целиком. Можно на запчасти. Но я ее по-любому отсюда перегоню. Должны по плану сегодня. Правда, у нас опять его копер. Там что-то моросит. Теперь что-то бурт. У него там по два макс. Но я думаю, Серега сейчас сделает. Вот. И должен вечером приехать, его забрать. И он поедет на разборку. А там уже посмотрим. Мотор будет... Мы не будем его раскомплектовывать до такой семьи. Пока мотор заводится, работает. Потому что кому нужно, кому интересно. И чтобы люди, если захотят купить мотор, чтобы они его могли запустить. Все проверить. Как он работает. Дымит, не дымит. Там вообще все состояние. Вскрыть кожу. Посмотрите, в каком состоянии ремень. Все моменты. И тот, кто приобретет, тогда уже мы его будем разбирать. То есть мы не будем снимать отдельно, чтобы мотор стоял возле стены где-то. И там дыхание. Ну, он, я говорю, он работал. А человек, кто приедет, работает, не работает. После мотора как бы не дешевый вариант. Этот. Тем более он дизельный. И будем продавать, пока машина запускается. Все работает. Все. Кому интересно, пожалуйста. Вот видео запуска и работы двигателя по запросу. Все здесь будет разбираться, если машина целиком не продастся. Так что, кому что интересно, вытяжка, кстати, здесь есть тоже. Можно шашлык закрытый, под дождем в закрытой машине жарить. Вытяжка работает отлично. Я вкурил кален в машине и вообще четко все было. Без проблем, ни дыма, ничего. Как дома. Нормально, как кальяшки, короче. Вообще, кален, не наскурить. И сигареты, и алкогольки тоже не надо. Аргументы должны быть аргументами. Так что, все. Гур, кстати, работает. Рейка все работает. Никуда не тянет, ни вправо, ни влево. Машина едет четко, ровно. Есть нюанс с номером, с ВИН-кодом. Но у меня есть две экспертизы. Она независима, одна МВД. На нее, если кто-то хочет целиком ее оформить. Договорать, техпаспорт, ПТС. На руках все есть. Вот. Такая машинешка. Будет разбираться на запчасти. Либо кто успеет, пока она не разберется, может ее купить целиком. Все телефоны в описании. Все. Там Viber, WhatsApp. Запчасти отправляем транспортными компаниями. Без проблем. Так что, ребята, звоните, пишите, кому нужна эта машина. Вот она есть. Кому нужна вон та машина, желтенькая. Моя личная. Про нее есть отдельное видео. Есть объявление на Авито. Все. То есть, также смотрите, кого заинтересовал этот автомобиль. Вся информация у меня есть. И кого заинтересовал этот автомобиль. Так что, звоните, пишите. Идет погрузка. Ну все, тачка погнала на разбор. Так что, звоните, пишите, кому что нужно. Серега повез ее. Она пошла в работу. Так что, всем пока. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok